Помните, я распаковывал китайский смартфон за 150 тысяч рублей? Пам-пам! А потом другой китайский смартфон уже за 130 тысяч рублей. Oppo Find Lamborghini Edition. Так вот, сегодня при вас я открою коробочку со смартфоном за 2095 евро. Или в пересчете на наши рубли примерно 160 тысяч рублей. Всем привет, это Droider, с вами Валерий Истышев. Поехали! Скорее распаковывать самому не терпится. Помнится, раньше меня пугали ценами смартфоны Vertu. Какие-то сотни тысяч за позолоченную или золотую трубку с очень сомнительной начинкой. И где они сейчас? И кто их покупает? Но стоит отметить, что там были интересные мысли о том, как телефон должен ощущаться в руке. Как должен быть выверен щелчок каждой кнопочки и тому подобное, чем любят хвастаться лакшери премиум бренды. Но они активно забивали на гигабайты и гигагерцы. А не стоило. В итоге сегодня смартфон стал такой важной частью жизни, что те же селебы, олигархи или другие там люди, которые покупали эти супер дорогие телефоны и ими пользовались как звонилками, перестали это делать и начали покупать обычные айфоны или андроид смартфоны. Потому что они быстрее, удобнее и больше умеют. Но, к сожалению, ни золотишка, ни кожи дракона, ни модных брендов в них нет. И тут на помощь приходят китайцы. Ладно, сколько можно томить, давайте уже достанем скорее коробочку хотя бы из этого пакета. Я его уже разорвал предварительно. Вот она, черная коробочка. Поехали. Это Huawei Mate 20 RS Porsche Design. Длинное название, но зато не стыдное. Почему RS? Это еще один знак принадлежности к Porsche. Вспомните название модели. Переводится как Rally Sport или есть еще более вольный перевод Race for the Soul. Коробочка открывается на магнитиках. Видите, такой клапан. Оп! Ха-ха-ха-ха. Красиво. За хвостик убираем пока смартфон. Первым делом нас встречает вот эта карточка с голограммой Porsche Design. И она подтверждает, что продукт действительно настоящий и сделан в коллаборации с этой компанией. И тут опять шутка от Huawei. Чтобы занять свободное место в коробке, они просто положили все по два. Это у нас проводок USB Type-C. Зарядный проводок USB Type-C. Ну, в принципе, как бы обычный проводок. Ничего особенного. Никакой тканной оплетки тут нету. И логотипа Porsche Design я тоже здесь не наблюдаю. Ну, в общем, не брендированный проводок. Но зато их два. Я так понимаю, что предполагается, что пользователь Porsche Design путешественник. И поэтому у него два различных зарядника. Он путешествует только в Европу, либо в Лондон. Никак не в Америку. И поэтому вот тут два достаточно мощных 45-ваттных. Напомню, зарядить смартфон можно за 30 минут до 70%. Черненькие, стильненькие наушники. К сожалению, с разъемом USB Type-C. Ну, к этому уже многие привыкли. Вот такие симпатичные вкладыши. Если попробовать в ушах, сидят так же, как AirPods. В пакетике стильный чехол Porsche Design. Но сделанный из такого вот материала под кожу. Или это кожа. Вы посмотрите, как стильно выглядит эта книжка. Porsche Design Communication. Можно даже на полку поставить. Это у нас переходник с USB-C на джек. Обратите внимание, скрепочка тоже обычная. И на ней нету логотипа Porsche Design. Хотя я бы хотел, чтобы каждая деталь вот этой коробки, раз все это дело столько стоит, была с логотипом Porsche Design. Но нет. Зарядники тоже без логотипа вроде. Как-то обидно. Не до конца премиально получается. Но все-таки главный гость этой коробки вот он. Смартфон. Давайте уже наконец-то отдерем пленочку. Ой. А вот так это делается. Окей. Сразу же хочется сравнить Mate 20 RS версию с обычной Mate 20 Pro. И тут не так много различий, как, наверное, хотелось бы. Но они есть. Например, дизайн. Спереди смартфоны похожи, а вот сзади, во-первых, камера не выпирает, если некоторых это до сих пор бесит. Хотя это один и тот же модуль камеры. Но при этом версия RS чуть потолще. Стеклянная полоска с логотипом Porsche. Дизайн, по-моему, очень приятно смотрится. Ну, а по бокам кожа. Это натуральная кожа, как-то хитро выделанная, чтобы быть долговечной. И по ощущениям она как будто бы иногда немного напоминает какой-то твердый прорезиненный пластик. Но все-таки он больше кожи, чем пластик. Скажу свое личное мнение. Как выглядит смартфон, мне нравится. Он смотрится дорого и, главное, самобытно. Нет каких-то заимствований от других брендов, как иногда бывает у компании Huawei. Здесь как бы все интересное и все свое. Вот эти полоски я нигде раньше не видел. Именно посередине, что по бокам кожи. По-моему, вполне себе узнаваемый дизайн. Да, покупай, продавай. Кстати, последнее время я как раз-таки пользуюсь смартфоном Mate 20 Pro в поездках. В основном для фотографий. И там у меня стоит роуминговая симка. И меня не покидает страх, что аппарат как-то выскочит у меня из рук. Он какой-то вот, какой-то вот неуверенно он лежит в руке. Не знаю почему. Либо у меня рука привыкла к айфону, либо он слишком какой-то скользкий. Вот с Porsche Edition такой проблемы нет. Но это не значит, что надо срочно на него переходить. Что по начинке? Спойлер, она та же самая, что и на прошке. Проц Кирин 980, IP68, влагозащита и пылезащита. Экранчик Amoled с челкой 6,39 дюйма, 3120 на 1440 точек. Батарейка 4200 мАч. Ну а камеры те же, три основные и фронталка. Но к ним вернемся чуть позже. Отличается только комплектация. Mate 20 RS Porsche Design идет в двух вариантах. На 256 гигабайт внутренней памяти и на 512. И там и там 8 гигов оперативки. Цены соответственно 1695 евро, то есть 1700 и 2095, 2100 соответственно. Кстати в этот раз в России будут официальные продажи. Начнутся 17 декабря или уже начались. В зависимости от того, когда вы смотрите этот ролик. Ценник от 140 тысяч рублей за версию на 256 гигов. Жаль, что нам красную версию не привезли. Она мне даже больше понравилась на презентации. Но это, друзья, подарок только для Китая. Только у них она там будет продаваться. Вот красный они забили себе. Конечно же тут так же, как и на Mate 20 Pro, есть сенсор отпечатка пальцев под экраном. И аналог Face ID, то есть 3D распознавание лица вот под этой челкой. Раз. Два. Три. Быстро посмотрим на оболочку. Тут EMUI 9 от Huawei, которая стоит на 9 андроиде. Я уже говорил, что в начале меня оболочка Huawei подбешивала сильно своими заимствованиями. Но со временем она стала существенно лучше и работает стабильнее. И какая-то опять же более самобытная. Хоть я предпочел бы тут видеть, конечно, чистый Android. Да, и чуть не забыл. Брендированные темки Porsche Design. И полоска вот эта вот на фоне. Посмотрите, какая она красивая. И она появляется, когда вы разблокируете телефон. Очень плавно. Как будто бы машина проезжает. В общем, конечно, эти темки для любителей и фанатов. Но сочетаются со всем дизайном неплохо. Но по мне главные фишки этого смартфона это его камеры в сочетании, естественно, с софтом. Компания Huawei смогла сделать несколько вещей, которые еще не сделала ни одна другая компания на рынке. И меня до сих пор это поражает. Как они это представили и как они идут в этом направлении и развиваются. Лично я одно время относился очень скептически. Компании Huawei, да, они в основном все копируют у других компаний. Они делают это качественно, немножечко добавляют чего-то своего. Но что они делают с камерами в этом году, начиная с P20 Pro, это меня до сих пор поражает. И я с удовольствием об этом рассказываю. И мне кажется, что они большие молодцы. Что касается самого модуля. Тут три основные камеры. На 40 мегапикселей самая основная с диафрагмой 1.8. 20 мегапикселей супер широкий угол. И 8 мегапикселей трехкратный оптический зум. Мне кажется, это самая лучшая подборка камер. То есть и широкий угол есть, и зум есть, и еще и высокое разрешение. Но главное тут не цифры, а что могут эти камеры. Первое это, конечно, ночная съемка с рук. При этом имитируется длинная выдержка. Это очень здорово работает. Вот несколько кадров, которые я сделал на Mate 20 Pro. Да, подобные фишки уже есть на Pixel'е и на OnePlus, и еще у некоторых производителей. Но Huawei, как ни странно, показали это первыми. И сделали эту функцию очень красиво на P20 Pro. Дальше ее развивают. Второе это зум. Трехкратный оптический, тут все понятно. Пятикратный. Посмотрите на эту картинку. Опять же, используется машинное обучение и снимки с нескольких камер. И вишенка на торте. Десятикратный гибридный зум. Притом с каким-то очень хитрым стабом. А если даже руки трясутся, особенно при таком приближении, он как-то успокаивает картинку. И можно сделать очень четкий и клевый снимок. Опять же, на других девайсах я такого не видел. Третий пункт, наверное, портрет и HDR. Тут сильно останавливаться не буду. Вот несколько кадров, посмотрите. В принципе, справляется неплохо. Но, опять же, портреты и HDR мне больше нравятся на iPhone, как ни странно. И пятый пункт. Для меня самый главный, он больше всего поразил меня на презентации, режимы съемки видео, наученные машинным обучением. Или, как говорят, с искусственным интеллектом. Я уже говорил, что ждал первым что-то подобное от Apple. И уверен, что они сделают, например, то же самое видео с искусственным боке, потому что они начали с портретов. Потом было бы логичным сделать видео с искусственным боке. Но Huawei опередил их и сделал это раньше. Работает, не сказать, что идеально, но работает. В некоторых условиях очень круто смотрится. Или выделение одного цвета. Это просто бомба. В общем, то, на что тратят часы режиссеры монтажа, цветокорректоры и режиссеры спецэффектов, мы получаем в реальном времени сразу же на смартфоне. Подведем небольшой итог. Да, это очень дорогой китайский смартфон. И я ни в коем случае не говорю, что за ним нужно скорее бежать в магазин. Да, компания Huawei целится на рынок лакшери смартфонов и премиум гаджетов. И уже не первый раз она это делает. И понятно почему. Во-первых, там очень высокая маржа. Во-вторых, это для имиджа хорошо. Ну, у нас есть как бы все сегменты смартфонов. Начиная от лакшери премиум до самого супербюджетного кому угодно. В общем, Mate 20 RS хороший телефон, даже отличный. Но покупать его не стоит. Только если у вас есть куча лишних денег, вам не жалко переплатить просто за Porsche Design. То есть за бренд. А так никакой разницы не будет, если взять тот же Mate 20 Pro. Все те же ништяки, только дешевле. Ну и темки, наверное, можно тоже как-то туда запилить. Хотя я сомневаюсь. Тут уже стоит вопрос, насколько выпадки на брендовые вещи. И другой вопрос сразу возникает, можно ли называть смартфон Huawei брендовой вещью. Даже в коллаборации с Porsche Edition. Напишите в комментариях свое мнение на этот счет. И ставьте этому ролику лайк, если вам понравилось. Это Дройдер, с вами был Валерий Истишев. А у нас на распаковке и, так сказать, первым мнением был Mate 20 RS Porsche Edition. До встречи в будущем. Чуть не забыл последний штрих. Я не примерил чехол и не отодрал вот эту пленочку последнюю. Уап. Пленочка. Давай залезай, дружок. Вот так смартфон выглядит в чехле. Сзади квадратное окошечко под камеры. И надпись Porsche Design присутствует.